Ну а мы продолжаем нашу серию репортажей, каким в истории останется 2018 год. И сегодня я предлагаю вам вспомнить 2018 с мая по август. Итак, события, факты и люди. Погожими майскими деньками так хочется больше времени проводить на свежем воздухе. Наверное, это и было одной из причин того, что любимый народный праздник, День труда, отмечается 1 мая. Май 2018 года в Славянске-на-Кубани не стал исключением. Тысячи жителей города и района вышли на традиционную первомайскую демонстрацию, чтобы вместе встретить праздник весны и труда. Для жителей всей страны время расцвета природы – это еще и время для настоящей гордости. Пожалуй, нет в нашем государстве такой семьи, которая обошла бы стороной Великая Отечественная война. Потому День Великой Победы, 9 мая, год от года собирает в бессмертный полк всех, кому дорога память о своих близких, настоящих героях и патриотах своей страны. 15 мая 2018 года, 14.00. Эта дата навсегда войдет в учебники истории России. Ведь именно в это время был торжественно открыт 19-километровый мост, соединивший Тамань с недавно вошедшим в состав России Крымским полуостровом. Этому событию было посвящено и большое торжество, произошедшее в этнографическом комплексе «Атамань». История свершилась, открытие моста, и вообще, что мы здесь собрались, это здорово, замечательно. Это самое значимое событие, наверное, в жизни каждого из нас. Границы России расширились, и их охрана – особая ответственность государства. В 2018 году пограничная служба нашей страны отметила свое столетие. К этой дате в парке поселка Кубрис был торжественно открыт памятник, посвященный пограничникам. Лето – это время детства, потому самые большие красочные мероприятия в первые летние дни посвящены именно юным жителям района. Торжественный старт летней оздоровительной кампании. И нового сезона в муниципальном лагере «Ровесник». Открытие нового спортивного комплекса при спортшколе «Виктория». Это детский калейдоскоп начала лета. Но в череде праздников никто не отменял будничные дела. Чтобы понимать потребности населения, видеть их проблемы и вовремя реагировать, в конце первого полугодия во всех поселениях района проходили сходы граждан. Это один из самых действенных способов взаимодействия местной администрации с жителями. Теплая и сухая погода – время для активных дорожных работ. В этом году многие улицы города и поселений, дворы получили новое асфальтовое покрытие, благодаря активному участию поселений в краевых и федеральных программах. В июне в Прикубанском сельском поселении был избран новый глава, им стал Валерий Яценко. Но основная тема этого месяца – школьные экзамены и большой праздник выпускного бала. В этом году в районе были выпущены 4 стобальника. 48 одиннадцатиклассников удостоены золотой медали. Прием главы района и губернаторский бал стали для них лучшим завершением их школьной жизни. Я очень благодарна школе, директору, всем учителям, которые растили меня и моих одноклассников, учили чему-то новому и давали нам знания и умения, которые у них у самих есть. А вот июль для всей страны запомнится большим спортивным событием. Россия принимала Чемпионат мира по футболу 2018 года. Для славянцев же этот чемпионат значим еще и тем, что в составе российской сборной принимали участие наши земляки – братья Миранчуки. Будни Славянского района в июле были наполнены повседневными заботами о городе и поселениях. Интересными занятиями для детей в каникулярное время. Военно-спортивные игры памяти Ступина. Славянская кругосветка. Всероссийские спортивные турниры. Молодежь активно обживала свой новый парк в Славянске. Школы готовились к новому учебному году, а из культурных событий масштабно проходила акция «В гости к соседу». Кипела жизнь летом на полях Славянского района и в личных подсобных хозяйствах. Этот сельхозгод для аграриев был сложным, ведь, кстати, о погоде в 2018-м было очень жаркое и сухое лето. Средняя температура все три летних месяца была около 35 градусов, а дожди можно было сосчитать на пальцах одной руки. Но такое погодное испытание наши сельхозники выдержали с успехом, о котором мы и поговорим подробнее в следующем выпуске. Субтитры подогнал «Симон»!